наши первые 100 клиентов появились за счет сарафанного радио к вас клиентская база ну вообще порядка трех миллионов вы можете сделать так что любимая вещь оживет я буду проверять все на себе отлично я принесла 2 свои сумки если по одной у меня не столько вопросов то по второй прям вопросов много за каждую вещь практически ну понимать и нести личную ответственность и говорить всем что делать это же оскар у меня волшебник она реально делает невозможные вещи каждой вещи на залить до до сих пор люди могут кашемировая пальто постирать стиральной машине 9 человек за день делают порядка порядка 100 150 единиц вы зарабатываете миллионы теперь скажите мне оля миллиарды сожалению мы зарабатываем очень очень мало рентабельность он момента свалилась к 7 процентом м привет друзья ну что у нас сегодня с вами спецвыпуск и спецвыпуск не просто так потому что сейчас у нас такое время когда деньги зарабатываются уже не так легко как когда-то и поэтому мы очень внимательно относимся к тем вещам которые мы покупаем безусловно демократичные бренды дали вообще фору всем и сегодня забежать куда-нибудь зару что-нибудь быстренько прикупить а потом это легко выбросить избавиться ну достаточно легкая картина но все-таки существуют свои любимые вещи дорогущие вещи крутые вещи которые мы обожаем но которые кстати очень часто также являются но если не одноразовыми то по крайней мере приходят в такую негодность что ты просто диву даешься но также так и заплатил столько денег а теперь непонятно что с этой вещью делать сегодня существуют безусловно сервисы которые позволяют нам ухаживать за нашими вещами это химчистки которые предлагают нам очистить то что невозможно привести любимую вещь первозданную форму перекрасить наши сумочки сделать наши туфельки как новыми но к сожалению у меня уже имеется негативный опыт когда мои вещи не просто не приводили в порядок а просто брали и портили навсегда и сегодня я хочу познакомить вас с человеком которым познакомилась совершенно недавно сама потрясающий харизматичный человек который зовут светлана светлана является партнером и директором в большой сети элитных химчисток много лет как оказалось и она сказала мне так поля нету таких вещей которые мы не можем спасти но конечно же меня это заинтересовало и заинтересовало не только с точки зрения того чтобы попробовать посмотреть что можно сделать с моими вещами а заинтересовало с той точки зрения как это вообще в сегодняшнем мире можно обещать клиенту что мы спасем все брать на себя эту ответственность и потом в клиентском сервисе со всем этим разбираться в общем как устроен бизнес химчисток на чем они там зарабатывают каким образом вообще не творят эти чудеса и спасают вещи и приводят первозданный вид то что стоит огромное количество денег и где клиенты просто берутся за голову не дай бог ничего не испортить в общем будем сегодня с этим разбираться поэтому прямо сейчас я направляюсь в офис светлане для того чтобы познакомить вас с ней поближе познакомиться самой с этим бизнесом ну и узнать много всего интересного так что ставьте лайк уже заранее подписывайтесь на канал если вдруг этого не произошло и смотрите выпуск до конца ну что друзья вот собственно я и пришла красивый прекрасный светлана юлдашева управляющий партнер сети химчисток оскар и он моментов мы сегодня будем говорить светлана об этом бизнесе потому что после нашей первой встречи вы меня прям вот заворожили и привлекли во первых потому что я совершенно иначе посмотрела на то как это устроено во вторых потому что я поняла что это вообще не простой бизнес ну и в третьих потому что вы мне сказали что ваша химчистка спасает все вещи и вы можете сделать так что любимая вещь оживет для меня конечно как для клиента с одной стороны это очень классно интересно с другой стороны как для предпринимателя я просто понимаю что брать на себя такие обязательства это брать на себя такое количество ответственности потому что люди бывают очень разные и понятно что когда мы что-то заявляем они хотят в общем то получить ответственность да и спрос поэтому давайте по порядку сколько лет вообще этому бизнесу сколько вы занимаетесь немножечко история момента существует уже двадцать три года когда-то два джентльмена один итальянец второй украинские придумали что нужно создать химчистку потому что реально в девяносто шестом году нигде было чистить вещи я попала в эту компанию в 2004 году и я не собиралась здесь работать но потом так сложились обстоятельства что мне предложили быть директором не могу сказать что я мечтала когда-то быть директором чего-либо особенно химчистки ну как-то вот так получилось и я 15 лет уже являюсь директором этой компании это круто как появился оскар банальная история потому что мне же испортили мое же платье вон момент испортили каким образом платье было лаконичного черного цвета и единственным украшением были камни сваровски я один раз отделала это платье на новый год и естественно сдала его химчистку и вот половина камешек в свою же половина камешек отвалилась и к тому времени к 2006 году уже начали появляться первые сложные вещи дизайнерские вещи люди начали больше ездить за границу привозить какие-то красивые вещи и тогда был наверное пик вот брендовости это называем когда я пришла работать сюда и поняла чтобы директором я разобралась во всех тех технологических процессах это называю разложить на молекулы так вот к моменту шестого года я уже понимала как выстроен технологический процесс не было абсолютно очевидно что чистить вот такие вещи с камнями осложенной и так далее в потоке это просто преступление поэтому я поняла что а это должно быть отдельное производство это должны быть правильные люди с очень высоким уровнем квалификации и это должны быть специальные технологии я нашла такого человека в момента великолепные технологи они замечательно работают это поток но здесь должен быть талант творчество и любовь к работе это один человек который является главный главный технолог обладает у меня вот этими 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 качествами вот я себе как нарисовала кто мне нужен этот портрет собственно говоря такого технолога я и получила с ольгой мы были знакомы постольку поскольку когда-то у момента покупала тот бизнес который собственно говоря она владела этим маленьким бизнесом техническая анжела была такая мы встретились поговорили партнерское соглашение заключили партнерское соглашение означает что она получает не только зарплату да она не только зарплату она является совладелицей этого проекта когда мы находим какого-то сотрудника ключевого который нам очень нужен а в данном случае это так то для того чтобы мы не переживали о том что он куда-то уйдет он нам нравится мы его можем взять как партнером это было условия ольги я считаю что нет индивидуальной таблетки для всех абсолютно у каждого есть своя история свое видение свой взгляд в нашей ситуации это посещает вот так мы пережили разные моменты сколько лет возникну вот с шестого года тринадцать лет 13 лет это надо можно сказать что пережили на старте мы работали минимум по 14 часов в сутки мы разделили наши компетенции я никогда не лезла в технологию несмотря то что у меня есть первое образование микробиолог а ольги кстати нет химического образования у нее реальный талант мое было продвижение маркетинг финансы и так далее ее технология единственная я больше менеджер чем ольга поэтому мы объединили наши так сказать знания и возможности и мы на первом этапе создавали с нуля вот эти технологии которые сегодня есть в оскаре и вот на сегодняшний день мы так много уже сделали что наверное нас догнать вряд ли кто-то сможет сколько стоило запустить тогда вот такую элитную чистку это же приличное вложение это же если я вам скажу что это был ноль вы мне поверите ну не совсем но во первых у вас открывались какие-то приемные пункты во вторых если это я так понимаю чистящее какое-то производство это должна быть какая-то техника нас не было с ольгой возможности инвестировать какие-то деньги поэтому я уже к тому моменту была генеральным директором момента я предложила основным собственником этой компании чтобы вот проект оскар ну если можно так сказать вот присоединился к моменту на оплатной основе мы использовали оборудование и человеческий ресурс в оскаре создать какой-то бизнес с нулевым капиталом но это фактически невозможно у нас появилась эта возможность мы это сделали следующий очень важный момент были люди которые был момента работали уже к тому времени 10 лет мы отобрали лучших специалистов в проект оскар но практически накрывали своей сетью весь город киев и была возможность у клиента прийти сдать свою вещь или в момента или воска мы тренировали наших приемщиков администраторов момента и учитывая что мы обязывали их научиться принимать оскар мы одномоментно подтягивали квалификацию экспертность наших администраторов поэтому по большому счету вот такая бизнес-модель она была супер выигрышной не только для оскар но и для он момента сколько сейчас химчисток он момента и сколько оскар 58 точек приема это в том числе 8 производств и 3 студии оскар вы открыли оскар 2006 году шестом году люди были к этому готовы потому что это было дороже да чем везде если вот так просто сказать не готов был рынок платить большие деньги да ладно вот никогда вообще шок-контент я была уверена что все были готовы не готов потому что вон момента была достаточно приличное качество людей все устраивало и собственно оскар никому был не нужен даже я вам скажу больше в реализацию этого проекта верили два человека я и ольга никто в него не верил мы несли культуру в массу в тот момент не было соцсетей не было фейсбука инстаграм тогда это было вот битусе бесконечно я ходила на разные ивенты где собиралась потенциально целевая аудитория я рассказывала и моя задача вот я себе так придумала в голове что объяснить словами это невозможно потому что но нет культуры еще не до сих пор еще не такой правильной культуры потребления до сих пор люди могут кашемировая пальто постирать стиральной ношение наша задача была объяснить людям что если у вас есть какие-то дорогие для вас вещи это не только цена это не только сложность вот я привожу всегда свой личный кейс у меня с любимые сапоги которые там какого-то абсолютно уникального оттенка замшевая с очень удобная колодка я могу не быть 24 часа в сутки и вот я эти сапоги ношу с 2004 года благодаря оскару вот мне нужно было донести до людей что есть вот такая возможность сделать все для того чтобы человек хотя бы один раз попал со своей какой-то сложной вещью там с какой-то проблемой к нам в оскар и вот здесь мы должны были сделать все для того чтобы человек ощутил разницу вот так вот начиналось создание аббасадоров бренда которые потом сарафанным радио передавали что это что-то уникальное и вот фактически наши первые 100 клиентов появились за счет сарафанного радио после вот этих каких-то маленьких ивентов на которых я была вот вам и и премиальный бизнес вот со стороны кажется что какие-то богатые люди сделали что-то красивое богатая для богатых и сидят и и ждут и им все равно ну как бы у них просто есть деньги и наверное они что-то хотят и кого-то привезли крутого тут оказывается такая работа в 2008 году когда вышла замуж мне было шикарное дорогущее платье за 12 тысяч долларов 12 килограмм или камнями естественно погуляла на славу я разорвала весь подол у меня послетали камни я прилепля прилипалась своим гостям потому что ну в общем я хорошо погуляла и когда я конечно взглянула на свое платье я ужаснулась потому что я его покупала как семейную реликвию я поняла что мои дочки не будут в восторге я обращалась большое количество разных химчисток такая была фраза что мы не несем ответственность мне очень хотелось давать свое платье людям которые не несут ответственность и когда появился оскар по крайней мере моем поле зрения я позвонила и сказала вот у меня есть такое свадебное платье она такое вот все в камнях и и мне говорят по телефону да мы его сделаем на кредит вы не понимаете вы никто не хочет делать и нет мы его сделаем и я думаю но сейчас наверное это будет половина стоимости моего платья я помню что цена меня очень удивило потому что она была примерно такая же как мне называли другие химчистки это очень хорошо помню и когда его привезла и мне говорят а увидели что вас камней там не хватает я говорю ну увидела мы поставим камни меня это вообще поразило смысле один вы возьмете камни как их поставить и я действительно забыла платье она у меня лежит сейчас по сей день в коробке ждет когда вырастут дочки вот но она выглядит абсолютно классно за это большая благодарность потому что для меня это была проблема появился оскар замечательно он и момента вы все покрываете но прошло время на сегодняшний день появилось большое количество конкуренции как ни крути кто-то портит вещи кто-то не портит я регулярно вижу например социальных сетях эти истории испортили вещи портили вещи меня тоже такие такая практика как его присутствует как вот вы пережили или переживаете вот эту вот всю конкурентную среду для потребителей это счастье счастливое потому что у тебя есть сумасшедший выбор есть очень много химчисток которые работают по цене которые у меня вот по математикой не складываются то что есть стоимость коммуналке есть в любом случае средняя зарплата есть определенный уровень они очень демпингуют для чего они это делают я это понимаю вот но это их путь в любом случае есть достаточно большой пол людей которые как-нибудь там сделали меня это устраивает ничего не поделаешь это конкуренция невысокий уровень и входа там 200 250 тысяч ты открыл химчистку евро вот для того чтобы открыть химчистку нужно порядка двухсот пятьдесят двести 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 пятьдесят зависимость от наполнения когда вообще химчистка может начать приносить деньги при таких уже не это знаете вот то зависит от локации и от правильного старта потому что если даже сезон имеет значение когда открывать от уровня подготовки профессионалов у нас был франчайзинг в донецке в 2005 по моему шестом году не запустились все было сделано грамотно потому что открывал эту химчистку бизнесмен с хорошим опытом работы и очень правильная концепция философии подхода к франчайзингу то есть он за что платит деньги за то что мы ему дадим все то что мы знаем и умеем он правильно этим воспользовался и он окупил свои очень большие инвестиции за три с половиной года так вот что касается конкуренции продолжая ответ на этот вопрос меня не страшат и не пугают просто химчистки меня напрягают те кто действует недобросовестно например если открыть отзывы до вон момента когда-то в 2012 году когда мы выиграли тендер на евро 2012 и я спросила как раз так какой-то поток был какая-то химчистка очередная новая открылась они решили что самое главное это убить конкурента то есть убить в момента с вами плохими отзывами я говорю а вот вас не смущает что тут такое количество отзыва не это мы видим что-то фейк это заказные там писанины хотя есть и не только заказные есть клиенты которые не удовлетворены там качеством они сразу пишут постик когда стала директором этой компании я пыталась подружиться познакомиться со всеми участниками рынка у меня не получилось во первых нет культуры вот такого построения отношений потому что я считаю что нужно не разрывает друг друга а нужно расширять пирог и вместе мы могли бы намного больше сделать есть общие проблемы недобросовестных сотрудников есть честно говорю не добросовестные клиенты иногда я это называю приходят люди в химчистку для того чтобы обновить гардероб то есть у нас есть очень много вопросов которые касаются каждого и можно нормально цивилизованно работать ну у меня не получилось например такая стратегия когда хочешь завоевать рынок убей конкурента станет с ним рядом все клиенты придут к тебе и будет у тебя счастье ну вот на драгомирова вы живете да вы видите на драгомирова 7 химчисток но мы не первые там открылись но мы зашли потому что я понимала что я очень хочу быть на драгомирова я родилась и выросла в донецке на драгомирова очень много живет людей которые приехали из Донецка и Луганска вот они почему-то все к нам а я сказала что когда вот этот поток пошел после этих событий четырнадцатого года и из Луганска и Донецка очень много людей приехала в Киев я сказала что эти люди не важно они будут приходить один раз в пять лет или будут ходить каждый день не имеет значения в любом случае эти люди потеряли они потеряли место в котором они жили дома квартиры бизнес и все и все такое им достаточно непросто вот я могу чем-то помочь я им дала сразу же виповскую скидку на старте и мне очень много людей звонили и говорили что вы знаете вот спасибо вам большое встаньте на драгомирова мы ваши и вот наверное это меня сподвигло потому что не моя стратегия становиться где-то рядом с кем-то сейчас вот на драгомирова с нами тоже оказалась химчистка просто дверь в дверь ну зачем люди открываются пишут там минус там 50-70 процентов скидка мы кофе еще продаем слушайте ну если вы уж кофе хотите угостить клиента вашего забрать он момента дайте бесплатно кофе на давайте еще раз а все-таки закрепим результат по цифрам значит сколько точек 58 приемных пунктов он момента так и оскар оскар 3 студии есть производство оскар есть 7 производственных цехов которые работают с вещами о момента обалдеть какая у вас клиентская база ну вообще порядка трех миллионов потому что есть люди которые приходят один раз у человека есть единственное пальто которое он может себе позволить и хочет отдать на обслуживание химчистку это тоже наш клиент какое количество чеков в месяц вы делаете это где-то порядка десяти тысяч порядка десяти тысяч то есть в среднем если мы берем что человеку человека ну пусть среднестатистическое две вещи на всех делим то порядка там двадцати тысяч изделий вы в месяц чистить это много поэтому 8 фабрик и 400 человек работает компанию и какая рентабельность на этом вы зарабатываете миллионы теперь скажите мне оля миллиарды сожалению мы зарабатываем очень очень мало рентабельностью момента свалилась к 7 процентам до вот этих всех кризисов событий до четырнадцатого года рентабельность момента было 25 процентов сегодня это вот так четыре раза меньше дам это было раньше в любом случае мы ощущаем падение платежеспособности населения мы ощущаем что меняется тренды сегодня масса людей достаточно обеспеченных они прекращают носить брендовую одежду или во всяком случае сокращает ее количество и покупают очень лаконичные вещи которые там можно постирать дома там то ли домработница то ли сам чек стирает это к сожалению для нас к сожалению и наверняка рост мы уже говорили о том что дорогая арендная плата и дорогие руки я думаю в том числе да аренда немыслимая просто немыслимая то есть принципе сказать о том что химчистки супер выгодный бизнес сегодня сложно а вы знаете олья я вот общаюсь большим количеством собственников бизнеса и давайте все всех сейчас убьем скажем это скажите отмечают что вот это золотое время гипермаржинальности она все-таки закончилась и даже срок окупаемости инвестиций вот вы задавали вопрос если раньше в украине там ориентированы были на срок окупаемости три-четыре года но в европе давно 79 считается абсолютной нормой мы так в европу собственно говоря собрались вот мы и движемся туда и по рентабельности 50 тысяч моих подписчиков пошли вешаться не свежим бизнес понимаете хотят много зарабатывать а ну смотрите есть бизнесы которые зарабатывают архи много но к сожалению не чисто точно не тот бизнес где вы будете зарабатывать архи много но нужно быть уникальным в том чем ты занимаешься и делать свое проделы хотя бы то что тебе страшно нравится потому что если страшно нравится шансы на победу все конечно я предлагаю вам посмотреть как собственно для происходит прием в оскаре на студии на лысо украинке это новая наша студия и здесь появилась совершенно новая аудитория вот если посмотреть в разрезе наших студий городецкого антоновича лысо украинки они все разные по целевой аудитории мне тоже интересно потому что я зашла свою гардеробную конечно же не могла не воспользоваться этой ситуацией собрала свои любимые вещи и есть некоторые из них которые я честно говоря не верю что их возможно восстановить правда у меня даже стояли вопросы ну вообще просто утилизировать их потому что носить невозможно а куда-нибудь здесь жалко поэтому я буду проверять все на себе отлично я принесла две свои сумки если по одной у меня не столько вопросов то по 2 прям вопросов много во первых этот цвет понимаю тебя по цвету потому что как-то появилась новая компания которая занимается там ремонтом чисткой обуви у нас иногда особенно в сезон мы не успеваем я хотела на аутсорсинге посмотреть естественно смотрим на чьи обуви на моей и у меня вот такого оттенка сальватора тирогама мои любимые туфли вообще просто я их обожаю и прежде всего из-за цвета и что они выжили они не выжили потому что мне сделали вообще другой оттенок ну я их просто выбросила это сумочка dior которую судя по виду я носила сто лет но это неправда я носил ее очень мало но она имеет вот такие вот вот эти истории все которые каким-то образом очень быстро затерлись и мне очень страшно вообще потому что у меня уже был опыт когда мне сумку полностью меняли по фактуре и по цвету и мне очень не хочется чтобы с этой сумкой это произошло потому что она мне очень нравится она мне дорога потому что она была куплена как подарок себе первой сумки за там три с половиной тысячи евро и вот для меня она такая являлась сумкой победительницей по цвету конечно же вы переживаете за оттенок мы максимально подбираем оттенок вот эти потертости которые у вас уже присутствуют конечно же мы все зашлипуем покрасим они не будут заметны мы сделаем идеально максимально ну вот я посмотрю давайте тогда ко второй сумочке здесь достаточно ну как сказать банальный набор она затерлась не будет ли другой какой-то оттенок у нее вот не фактура в этом же как раз вот наше искусство мы подбираем тон 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 потому что мы понимаем структура кожи вот не меняется нет у нас по коже единственное такое предупреждение она чуть жестче станет она не будет трескаться у меня был опыт когда я сдавала обувь на реставрацию и потом когда мне ее отдавали она начала идти трещинами у нас мальчики когда красят они хорошо фиксируют краску и то бишь она держится и не будет у вас никаких проблем поводу трескавания или она будет облазить но нашей практике этого не случалось для того чтобы ничего не трескалась не облазила нужно просто набить себе руку я честно скажу что я переживаю обращалась премиальные какие-то точки к сожалению процентов 30 я больше не носила тут у меня две такие вещи я очень люблю начну со сложной вот что с ней произошло и кожа сама по себе очень какая-то вот такая мягкая это свиная кожа и свиней не покупайте свиней покупайте осторожно вот у меня по ней вообще вопрос потому что я честно говоря собиралась вообще с ней прощаться но мне страшно нравится эта куртка и ее цвет я покупала ее из-за цвета пользуясь случаем для других твоих подписчиков которые сейчас смотрят до это видео хочу сделать такую дать рекомендацию совет лучше всего когда очень сложная какая-то вещь сложный цвет который очень нравится и хотите чтобы все сохранилось и фактура и мягкость кожи и тон оттенок лучше сдавать вручную чистку но ручная чистка возможно только тогда когда вы пару раз там одели вот чуть-чуть маленькие загрязнения и тогда возможно ручная чистка когда мы уже поносили поносили закрепили особенно несколько сезонов не почистили вот тогда уже ручная чистка невозможно и приходится чистить в машине я своим подписчикам хочу сказать что давайте будем вообще с мозгами и когда что покупаем смотрим потому что например у меня этого бренда курточек 6 и есть такие которые вообще носятся и вообще можно о них не думать а гладкая кожа да а вот это это просто кошмар какой-то такое ощущение что я работала на огороде да в этой куртке при том что это не единственная моя куртка я ее не носила каждый день ничего такого с ней не было я не знаю что с ней можно сделать поэтому для чистоты эксперимента она идеальная ну и следом за ней попроще она более гладкая мой любимый голубой и ночью я оттенок очень сложно но цвет оттирается вытирается затирается здесь в игр да он полностью не перекрывается я честно скажу я не жду что я получу там новую идеальную вещь это естественно ну и кстати тоже это главное у нас если посмотреть на отзывы когда люди недовольны они не понимают что после химчистки вот вещь новой стать не может априори не загоняйтесь ребята когда приходите в химчистку вы носите вещь этой куртки несколько лет то есть это не то что я ее купила там три раза надела еще что-то поэтому когда вы приносите вещь который несколько лет вы ее таскали любили и хотите чтобы она была классной то она будет классно но она не будет новой это надо как бы понимать но ускоре был недавно случай мне просто как доктору было интересно пообщаться с клиенткой она сдавала кроссовки ну когда-то какое-то время назад белого цвета они были в ужасном состоянии ворваны и так далее восстановили сделали идеально но девушка просто пришла у нее руки дрожат она говорит вы негодяи вернуть верните мне деньги стоимость моей кроссовок они же не такие белые как были и подождите вы их носили сколько пять лет и она вот я заплатила такую сумму денег я недовольна это оскар для меня иногда проще отдать человеку деньги за услуги хотя это тоже не очень правильно потому что я не обесцениваю труд специалистов на которые с любовью делают свою работу лишь бы не было вот какого-то негатива но это сложность вашего бизнеса все равно будут люди которые будут придумывать себе вот как бы вы вернули деньги за чистку от человек получает кроссовки бесплатно почищены идеально и что ты думаешь она идет и цепляет в соцсети какая ужасная химчистка мне испортили вот испортили кроссовки понимаешь и вот тогда руки иногда опускаются ее нужно обнять и послать ей любовь даже как человеку плохо если его вот так вот сильно штырят я взяла две пары своих любимых валентина страшно люблю естественно как любые туфельки теряют свои носочки и конечно же каблуки мировое проклятие кожаным каблуком я шлю вообще не знаю кто их придумал но мне бы хотелось их еще продолжить носить вообще никаких проблем это восстановят и профилактику зелененький такой же истории девочка девочка я хочу девочки обратиться к вам потому что очень частая проблема когда мы купили любимые туфли хорошие дорогие с итальянской колодкой не zara потому что носить обувь zara и носить итальянскую колодку разницу вы почувствуете и потом вы смотрите на вот эти носочки и думаете что с ними делать нафига вообще покупать дорогую если зару выбросил так вот я вам хочу сказать просто это уже мой как бы опыт что реставрация такой обуви вы ее можете если она любимая реставрировать ее каждый сезон много лет классическую и носить и быть счастливой это будет гораздо более выгодно чем даже покупка какой-то там zara я для себя любимая когда-то внедрила чистку замшевый обувь почему замшевые обуви она же вытирается убивается как ты думаешь сколько лет назад я купила эти вчера вчера под съемочку лет десять назад когда была в италии на выставке были я бы заскочила на магазин на шокинг там пять минут остается вот я их обула можно покупать любую обувь что вы можете себе позволить но когда ты покупаешь дорогую обувь там всегда классная колодка я всегда на каблуке ну во первых это стройниц углевает самооценку у меня есть ну вообще куча плюсов и никаких проблем очистить замшевый обувь идеально ну и еще последняя пара ткань к вижу старалась подбирать ну да вот да очень красиво красивые но естественно это сбито это затерто это испачкано а это машинка . да это машинка конечно машинка машинка это катастрофа вот эту красоту если я не ошибаюсь порядка 600 евро я отдала я такие внура купила дал дура ну это может написать комментариях вот обидно потому что в любом случае когда ты это обуваешь и где-то у женщины нормальные не любят когда вот вот все так происходит поэтому брать и мылком замывать и не превращать эту обувь по цене вопроса как бы не такой большой уже в ту которую вы потом точно не будете не нужно справляемся хух но теперь самое главное потому что мы будем с вами ждать когда всю эту красоту делают воскаре и я покажу вам что из этого получилось будем в детальках рассматривать супер в детальках а потом я буду писать негативные отзывы ладно не буду писать негативные отзывы все но отдаю все любимое но это правда интересно правда вещи не супер ты постаралась я постаралась да хорошо сроком предупреждаем две недели через две недели правда так быстро ну позже у нас две недели делается нормально абсолютно женя если я пришла порвала шубу еще залила ее кофе белую любимую а мне послезавтра улетать это можно решить можем потому что еще одна наша вот та фишка и концепция воскаре если вам нужно вы пришли вечером сегодня сюда вот на студию а утром вы улетаете туда того что мы останемся на ночном и сделаем ну то есть вот так если ты обратила внимание здесь 24 на 7 да я обратила почему 24 на 7 как раз очень много ситуаций когда человек ну причем это живой кейс девушка улетает командировку ей нужно было срочно поехать в костюмчике там на какую-то конференцию она в этом костюмчике сегодня вечером что-то на себя проливает или минуту легко ты прибегает девочки завтра улетаем не завтра нужно и мы это сделали вот клиенты это очень хорошо чувствуют они к этому очень хорошо относится и никогда не уйдут и я предлагаю тебе сейчас поехать на производстве вам оскар потому что это отдельное производство ты посмотришь что там происходит давайте все-таки обсудим самые ключевые ваши фишечки точно вы гордитесь вот окей начну с того что самые классные проекты получаются тогда когда ты делаешь это как бы ты хотел для себя вот видите все что есть в оскаре я делала так как мне бы того хотелось поэтому я уже говорила о том что мы делаем невероятные вещи с вещами мы спасаем все что вообще вот технически возможно спасти мы это второй момент мы решаем любые задачи иногда вот у нас были несколько таких историй когда человек пришел вызывать вещи говорит слушайте а можно мне почистить его серебряную брошечку можно если вы улетаете завтра в 7 утра от вечером сегодня выяснилось например что у вас что-то не так с тем чем вы должны улететь мы можем мы обязаны остаться вечером на ночь решить почистить потому что вы нашли клиент сейчас действительно люди начали задумываться а сколько будет стоить обслуживание вот это дорогой классные вещи и мы сделали для наших клиентов такой абсолютно бесплатный сервис вы в магазине где-то что-то покупаете у вас есть возможность позвонить ассистенту ну то есть менеджеру оскара и сказать ребят вот сейчас пришлю вам по вайберу вещь фотографию и вот посмотрите здесь перечеркнутые мерзкие виды чистки что вы мне посоветуете мне покупать эту вещь вы справитесь с ней или мне лучше этого не делать и кстати вот люди очень благодарны за это каждый раз мне спрашивают и это бесплатно да это бесплатно потому что мы любим своих клиентов все услуги которые начиная от холодильника для меха как появилась эта услуга меня элементарно заливе больше всего мне было знаете что жалко мне было жалко мою сумму и восстановить ее уже было невозможно и вот когда я поняла что у нас должно быть хранилище для меха мы не просто бизнес да это компания которая должна зарабатывать деньги но вы знаете мне всегда хочется чувствовать себя комфортно вот в любом пространстве куда я захожу дорогом салоне когда ты платишь высокую стоимость там за маникюр педикюр косметолога вот и тебе предлагают купить чай или кофе вот для меня это трэш у нас кстати в студии откр что удивительно конфета коровка пользуются популярность это же круто когда ты приходишь а девочки помнят о том что ты любишь коровку тебе предложат чай или кофе тебя угостят этой конфеткой которая нравится тебе так классно когда тебе позвонят и напомнят что вы знаете вот вы забыли у нас забрать ваши вещи они вот у нас пятый год уже висят когда человек говорит как вот это все время вы хранили да мы хранили все может быть в жизни у нас был случай когда пришли забирать игрушку детскую в седьмом году это сдали и забрали в прошлом году человек оказался в сложной жизненной ситуации и эта игрушка была о том что у него была семья в то время и для него это было такой ценностью вы не представляете вот сколько слов я в благодарности поэтому услышала вот поэтому оскар больше о том что мы действительно решаем это не просто про чистку пятен это то что мы решим любые ваши проблемы если говорить например о доме у меня например светлая детская которую дети безусловно елозят трогают и так далее и это тоже достаточно дорогие изделия эти вопросы решаются эти вопросы тоже решается опять таки я для себя когда-то придумала клининговую компанию мы не делаем клининговую компанию воскар она есть момента потому что опять таки все должно быть честно по большому счету качество уборки должно быть the best и достаточно он момента поэтому мы приезжаем мы делаем эту генеральную уборку даже если у людей большие дома и большой штат обслуживающего персонала которые делают регулярно там какие-то уборочные вариации но убрать профессионально так как это делают наши клинеры я думаю невозможно поэтому а если вот почистить любимый диван что-то там разлили на него без проблем приезжаем до самое главное не пользоваться рекомендациями каких-то специалистов я когда-то услышала по телевизору что если вы испачкали дубленку потрите ее корочкой хлеба я уже представила себе чтобы дубленка после корочки ничего самим не надо протирать точно не надо вызовите специально обученных людей они помогут это сделать мне вообще очень честно говоря импонирует то как вы об этом говорите потому что для меня всегда является показателем конечно человек который этим занимается и когда все время говорят свяжитесь с нашим менеджером там и сделайте что-то еще это всегда конечно я знаю что бизнес он начинает умирать всегда с головой однозначно я часто выступаю по этому поводу рассказываю там о сервисе о построении команды клиент-ориентированности о чем бы я не говорила команде о сервисе клиент-ориентированности и сейчас модное слово адвокаты бренда вот все начинается прежде всего собственника потому что собственник выбирает себе село и потом сео должен иметь вот принципиальные позиции жизненные это транслируется потом как матрица ложится на людей которые работают в компании и на то что транслирует бизнес то есть когда человек чувствует что здесь все безопасно тебя здесь не обманут для тебя сделает все что только возможно это очень подкупает клиентов вот меня это наверх подкупать мне это нравится мне принципе а вот близки такие понятия как порядочная чистота экологичность в отношениях и я стараюсь делать все для того чтобы именно так воспринимали наши два бренда у момента и оскар люди которые с нами делали для меня это очень важно я вам берегу как это . ты проходишь за кулисью оскара я тебя познакомлю передам в надежные руки вот этой волшебной технолога моего партнера я рассказывала оли как мы с тобой начинали как мы много работали как у нас все круто получилось я уверена что у нас может тебе показать такие интересные штуки от которых ты и твои подписчики просто будут восторгать но я уже в восторге я нахожусь такой понимаешь что это действительно волшебный мир а у меня волшебник она реально делает невозможные вещи мы сейчас с вами пройдем на прием туда куда поступают вещи и мы посмотрим весь процесс от самого начала какие этапы технологические проходят изделия от приема до выдачи окей идемте мне интересно так сколько цех квадратов 230 или 240 достаточно приличный а он как-то делится на ум момента на оскар как это вообще ради свой момент на работе только прием изделий а производство здесь вот на производство оскара поняла вот наши первое рабочее место хочу сразу сказать что оскар занимается и сложными и несложными вещами те вещи которые должны попадать оскар однозначно это вещи которые дороги для клиента это самый главный критерий это вещь которая должна как можно дольше радовать клиента первозданным видом либо вещи сложные в обработке те на которых запрещены все виды обработки от которых возможно отказались другие химчистки или на которых производитель рекомендует поносите сразу выбрать как правило это дорогие вещи в принципе и финансово тоже на этой куртке в чем сложность черная кожа которая всегда будет давать миграцию красителя не синие сильная плащевка которая с удовольствием будет на себя принимать эту миграцию соответственно возникает вопрос что с ней делать в таких случаях мы проводим предварительные пробы и при необходимости либо закрываем накрываем кожу для того чтобы по крайней мере эффект трения уменьшала миграцию красителя либо демонтируем те участки которые могут давать и потом у нас работает там 9 портных профессиональных которые все можете что-то от пороть и потом пришли как это называется это демонтаж да делается специальные и фотографии прометки нашего так чтобы потом это все совпало дырочку в дырочку да вот с фотоаппаратом вы все фотографируете здесь весь на входе на выходе все вещи чтобы потом вы не рассказывали о том что было не так как правило каждая вещь проходит через мою консультацию консультацию технолога я смотрю оцениваю риски рекомендую не поняла смысле каждая вещь прямо каждую вещь вы лично просматриваете и делаете то есть я просматриваю каждую вещь и даю как рецепт рекомендацию с этой вещью это нужно сделать этой вещью это нужно здесь нужно сделать предварительные пробы потом не показать тогда я приму решили это же так сложно за каждую вещь практически ну понимать и нести личную ответственности говорить всем что делать но тоже в oscar шагеть просто не для меня например это шок я честно говоря думала что это когда там раз есть какой-то стандартный момент человек пришел там почистил какой-то какой-то штучкой ну что кто-то смотрит рекомендует делает еще и наверное следит за это сложный технологический процесс именно поэтому это достаточно дорогая услуга потому что в ней участвует очень много человек и это все мастера высшего уровня те люди которые умеют с этим работать люди не закладывают самой продажи услуги саму по себе продажу логистику звонок человек а связал шапочку и говорит я ее продам два раза дороже на учитывает что у него еще четыре дня переписки идет в инстаграме по продаже этой шапочки что это вообще не бизнес я понимаю теперь почему стоимость химчистки классного изделия столько закладывает очень часто сейчас я стала действительно видеть на вещах и ненавижу теперь эти вещи на которых написано никак нельзя чистить сухая чистка запрещена такая запрещена а вещь стоит столько что явно не на один раз по идее ты должен покупать что это чаще всего для того чтобы индустрия моды работала и вещи люди приходили покупали новые 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 вещи поэтому вот таким образом как вы определяете что вы все-таки рискнетесь взяться за ту вещь за которую производитель сказал ничего с ней не поделаешь ну во первых это опыт во вторых мы делаем анализ всех деталей пытаемся понять и оценить почему производитель сделал запрет на такую такой такой вид обработки что нам мешает что мы можем там или демонтировать или защитить дополнительно произвести какие-то действия которые помогут нам в целом или по отдельности почистите части которые требуют отдельные разные обработки потом все изделия соединить снова обалдеть что происходит дальше мы по пройдем или и идем туда пройдем нашим это вот вещь подготовленная чистки какие-то кожаные детали вот они закрываются отдельно накрывается закрывается обшиваются собираются для того чтобы они все были защищены ничего не пострадало сортируются на разные партии в разные виды обработки либо это сухая чистка либо углеводородная чистка водная обработка ручная чистка вот мастера работают с ручной чисткой поэтому мы определяем какой вид обработки будет наиболее и деликатным и эффективным страшно сюда бросать как-то вещь но это вот что это сухая чистка да это машина сухой чистки если вы обратите внимание видите вещи в мешочке как врач на он смотрит для того чтобы излечить больного что ему нужно обеспечить курорт лекарства и так далее точно так же мы смотрим на изделие и некоторые изделия нуждаются в индивидуальной чистки но чистится одно в машине тогда она будет чиститься одно некоторые изделия те которые эффект трения нужно уменьшить мы докладываем еще подобные изделия для того чтобы сделать маленькую партию две три вещи для того чтобы они пружинили друг об друга и минимизировать трение у ребра барабана я вот вижу сумка шанель которая стоит очень прилично как чистятся такие вообще вещи здесь чистится подклад и потом сумка едет в цех в котором производится обработка кожи кожа чистится вручную потом мастера по подкрасу подбирают точно краску тон изделия и состав краски такой который будет идентичен краски которые окрашены родное изделие потом используются фиксаторы смочить или специальное средство которое позволит защитить новый слой и максимально приклеить его отгизировать родному к родному слою кожи у меня вообще голова идет кругом так а тут что делается ручная обработка изделия пятна в одной станок а можно мне вывести пятно какое-то это сложно вообще ну для начала нужно поставить на эксклюзивном изделии мы вам не дадим вывести пятно поскольку вы не являетесь мастером дайте что-нибудь не эксклюзивно тряпочку какую-то половую грязную не так хотелось хорошо сейчас давайте поработать вот у нас есть полотенечко о а вот на полотенечке есть какое-то загрязнение я вам рассказываю принцип это из нержавейки специальная сеточка и когда вы нажимаете вот эту педальку вот видите да происходит вакуумный всос воздуха и мы когда накладываем изделие она у нас вот видите как присасывается данной поверхности чувствуете втягивать потом у нас есть два спрей пистолета один с растворителем второй с водой также у нас есть паровоздушный пистолет на котором есть пар показываю вот он и есть воздух это водное средство мы наносим на пятно потом у нас есть такая костяная лопаточка специально ровно вообще раза пол бутылки встречу воля на экономии пятнышко достаточно значительное поэтому мы должны его вот мы его растворили и потом мы его должны удалить как в рекламе тайт и вот растворителем мы его еще подсушиваем и удаляем остатки пятна теперь у вас есть возможность попробовать второе достаточно лопаточкой трем надо делать такую слову клиент сам будет удалять свои пятна это так весело теперь нам нужно удалить вот этот ореол грязная тряпочка стала чистой да и мы еще дополнительно ополоснем постираем но пятен у нас по крайней мере круто теперь если у вас есть пятна вы можете привести на эксклюзивную чистку пир миловой я тут арендую вот это место как когда-то оскар начинал предлагаю вам если вы уже знаете как работать с вещами поработать например с вот такой вот вещи дайте рекомендацию что делать вот таким делим первое не видно ходить в грязном все равно не увидишь где-то ночью или выбросить мусорник я не знаю что делать где у него проблемы есть общее загрязнение на подкладке немножко загрязнение плюс ему необходимо освежить так и что делать под ним будет шиться специальный чехол который будет фиксироваться в нем многих участках для того чтобы не дать плачу сама об себя ломаться сначала он будет там вручную в определенных ваннах делаться и потом будет делаться с помощью машины только отжим но там будет специальная поролоновая подушка внутри псовываться специальный чехол будет защищать его для того чтобы она не поломалась не испортилась и так далее не страшно представить сколько такая чистка будет стоить затрудняюсь сказать поскольку я технолог все цены есть на сайте ну думаю что то в районе двух с половиной тысяч гривен ну в принципе это 100 долларов а это платье dior и она стоит точно автор не 200 и не 500 это не так дорого для такого изделия есть нюансы по ниточкам наши мастера это все просмотрят закрепят ниточки если какие то есть моменты где уже декор отошел это все закрепляется пришивается для того чтобы человек получил изделие в готовом виде мог сразу носить и радоваться круто мне хочется чуть сказать эту фразу да что ну как бы дешево потому что только париться с такими вещами конечно здесь уже девочки готовят к выдаче изделия приводят его в товарный вид выглаживают снимают обшивку дополнительно проверяют все ли загрязнение ушли потому что некоторые проявляются под паром уже во время вложения такое может быть и пятно могу уйти и во время пропаривания не проявляется снова тогда возвращается на повторную обработку мы снова переделываем все сначала как не только когда мы убеждаемся что сделано все возможное и максимальный результат получен только тогда изделие выходит вовне и пройдем к нашим волшебницам к нашему замечательным портным которые готовят как раз изделия чистки и после чистки снимается то что может повредиться либо обшивается а мне надоедает вот это вот нет нравится нравится кла обратите внимание девочки закрывается даже собачка молнии чтобы не не дай бог ничего не пострадала ничего не повредила ни саму ткань и декор и вот это так с каждой вещью на солите да с каждой вещью она оценивается что необходимо закрыть защитить для того чтобы вещь не пострадала и это все будет обалдеть слушайте я как-то никогда вообще об этом не думала что это вот такие вот делая на молниях вот такие вот штучки это все будет перламутр может смываться в чистке поэтому скорее всего и собачка будет сниматься и демонтироваться потом монтироваться рада вещей за день один человек может вот ну надо пустить человеком мы не меряем мы меряем коллективом потому что сбалансирован только пропускает но оскара проходит в день порядка 100 150 единиц вот в зависимости от сезонности портных портных 9 человек 9 человек за день делают порядка но что-то отшивается что-то уже пришивается где-то необходимо сделать ремонт поэтому это разные объемы рада объем работы да понимаю но обалдеть и у нас следующая волшебница это выдача заказа вот девочки готовят уже проверяют и качество чистки качество глажки целостности декора пушки сверяют с квитанции если необходимо бы выводить на экран фотографию чтобы посмотреть не что ничего не ли не изменилось проверять линейные размеры и готовят уже к выдаче этого линейные размеры особенно трикотажные изделия очень часто достаточно производители шьют без предварительного декотирования то есть не важно тепловую обработку не делают и ткань при малейшей влажного тепловой обработки начинает сжиматься соответственно в чистке мы гладим вещи с они могут немножко менять свои линейные размеры соответственно выдачи мастера проверяют и если произошло какое-то изменение линейных размеров значит мы отдаем на глажку и они эти линейные размеры восстанавливают поправляют мне кстати несколько свитеров я вспомнила свое время испортили конкретно во-первых поменялось вообще как состав они держались до больше стали и они конкретно так прыгали по размерам то есть там под не бог то есть это вообще так не должно до пресс нет не должен листка а почему так происходит либо неправильно выбран вид обработки либо я же говорю что ткань не продекотирована о чем говорит если химчистка позволяет себе отдать это и сказать что ну как бы так и было это о чем говорит вообще что это за химчистки смотрите здесь я не хочу говорить на коллег что там что-то неправильно сделали потому что достаточно часто сейчас производители позволяют себе указывать неправильные знаки на ярлыке и о составе и о виде обработки и если это потоковая чистка у них нет возможности каждый с каждой вещью делать предварительные пробы оценивать риски выписывать технологические карты и так далее то есть это вещь сортируется по виду изделия на ярлыке смотрится что рекомендовал производитель и обычно в этот вид обработки идет изделие если это потоковая чистка поэтому и риски с этим связаны лучше если какая-то ошибка то соответственно вылазит это не у производителя вылазит это в химчистки поэтому еще раз обращаем внимание на то что если вещи любимые которыми вы дорожите дорогие особенно иногда проще заплатить немножко больше иногда это действительно немножко больше не так уже много но при этом спать спокойно и знаю что свитер под пупок у вас не будет потом это все запаковывается сначала это в пленку потом дополнительно в чехол еще у оскара это еще вот такой вот красивый чехол и потом этот кофр можно использовать для хранения изделия оль а были какие-то такие истории все-таки негативного характера все равно это не господь бог и все равно бывают какие-то вещи вообще кошмары по ночам вот снятся очень важно когда человек понимает что до дорогая до любимая но эта вещь тогда обычно мы если упаси боже что-то непредвиденное случается это крайне редко бывает мы предлагаем клиенту варианты редизайна изменения изделий там что-то что-то как-то предлагаем для того чтобы можно было выйти из ситуации плюс наши риски застрахованы и если что-то по случается не предвиденное и там то что нельзя было предусмотреть и вещи непригодны к носке нужно что-то единичный случай за все там 12 лет работы оскара есть страховая компания мы обращаемся пишем заявление подаем документы предоставляем изделие и страховая компания компенсирует клиенту стоимость изделия самое наверное большое разочарование когда приносится вещь мало того что сложная достаточно грязная уставшая там с какими-то дефектами и так далее и мы всем коллективом там смотрим что можно сделать каждый со своей стороны я вот здесь вот подправлю я здесь подшим и здесь вот утюжим будет лучше и так далее и мы даем а клиент все равно может остаться недоволен и для меня это конечно страшно меня это расстраивает меня это очень демотивирует вот такие вещи конечно выбивают из колеи динадолго когда ты кусочек души вложил очагу не понял это мне оценил он ждет все равно вещь новую как такой такой который он покупал когда-то давно-давно сейчас хочу тоже сказать что я вот посмотрела сейчас немножко на все средины мы же редко думаем о чужом производстве в ресторане мы смотрим как на еду здесь мы смотрим ты должен не забывайте о главных все-таки чертах человека которые у нас есть и всегда помните о том что если вы куда-то пришли и для вас что-то сделали сделали с душой много в это вложили не будьте свиньями и иногда мы свое плохое настроение плохое состояние что-то с чем-то не связано и какую-то включаем неблагодарность и действительно ну и очень близко раним людей которые за этим стоят потому что зачистка и любой как нам кажется шмотки а это реально просто шмотка а мы очень часто придаем этому много важности и забываем что здесь вот сколько людей которые пришивают ваши замочки обманщика наши пуговички думают о том как лучше вывести ваше пятно и какой поролоновый чехол ши для вашего платья поэтому не загоняйтесь и будьте благодарными я сегодня тоже об этом подумала потому что я тоже не раз где-то наезжала в душе на химчистки и думала а я просто выбирайте правильные химчистки правильно да даже маленькое проявление благодарности хорошие отзывы у нас когда smm отслеживает эти все вещи когда почему-то у нас такая традиция люди с удовольствием пишут логово когда что-то плохое если что-то хорошее то это как само собой разумеющийся да и когда хорошие отзывы люди пишут что да я отдал тряпку получил вещи классно этому я буду носить с удовольствием и так далее спасибо вам огромное вот и у нас во все группы рабочие разбрасывается эти сообщения у людей поднимается настроение люди начинают улыбаться хотят что-то делать хочется вот превозмогать себя и обстоятельства очень круто сегодня увидеть еще одного человека который находится на своем месте со своим предназначением потому что очень часто говорят все время да там еще работу где заплатить деньги куда бы мне пойти и все время вот это деньги пойти деньги пойти и так классно когда я вижу людей которые делают то что им нравится зарабатывают на этом что есть нормально но при этом блин просто тащится мне очень приятно и я например теперь точно знаю что свою любимую вещь буду отдавать сюда потому что я знаю в какие руки конкретно это попадет поэтому просто здраво это очень классно спасибо вам спасибо ну здравствуйте ну я готова вы готовы я готова не до конца но я готова ну давайте тогда я понемножку выдаю ваши вещи чего начнем я не знаю с чего-то сумки старом пам 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 сейчас такая раз и другая сумка так цвет очень похож блин вау слушайте круто все уголочки все эти полосочки на ощупь мягко твердой не стала мы старались обещали что будет ну буквально наверно там в полтона полтона где то есть отличие она как бы она не бросается в глаза вот тут вообще конечно это я обожаю такая новая подкладочка все такое новенькое чистенькая как будто бы там никто не жил и не было там разбитых пуз пудр и кучи всяких шоколад единственное что это страшно носите но сумочка реально и и не стыдно брать в руки очень рада что мы оправдали надежды ваше ожидание очень классно честно говоря я не ожидала у меня не было ожиданий но она действительно очень классно выполнена и самое главное что у нее не потерялся ее вот этот свет она просто стала новой класс хорошо дальше сего продолжим курточка розово даже не знаю что с ней с этой курточкой потому что это вещь которую я для меня она не подлежала восстановление офигеть я вообще не ждала что с курткой можно что-то с этой сделать потому что она уже была она такая утилизирована круто очень прикольная то есть она не особо как бы изменилась по фактуре все вот эти вещи ну очень типа можно присматриваться там что-то где-то видеть но нет она абсолютно круто но и реально вернули к жизни потому что ее в таком состоянии в котором она была не вообще нельзя было носить она у меня уже шла в утиль не то реально прикольно не знаю как там ольга колдовала над ней я правда была готова уже эту куртку ну как бы распрощаться с ней несмотря на то что она мне очень нравится у меня теперь этот самый большой страх мне теперь жалко это настилия я думаю так красиво пусть висит в гардеробной нет класс знаете что самое приятное вот слышать о том что вы довольны вот всегда ждешь от клиента когда клиент приходит и не говорит как сволочь я вот тут вот пятка я думал что вы делаете лучше клиенты сейчас разные попадаются и бывают моментами когда он ожидает новую вещь и новая вещь и вы уже не получится я ее не слайд честно говоря больше как чтобы показать вам что вы не все можете сделать потому что она реально но у нее действительно были большие проблемы ну класс я могу носить эту вещь с удовольствием и не стыдясь супер спасибо огромное давайте раз мы с курточек начали ну давайте а что у меня еще была какая-то курточка я уже не помню что сдала вот это еще была голубая оооо точно даже я забыла про тебя малышка что неужели мы с тобой будем вместе жить блин круто слушайте ну у нее немножечко изменился оттенок он стал более насыщенным таким мне так кажется по крайней мере классный такой насыщенный что она уже была такая выгоревшая с белеской там где вот такой выигр сильным баллон как бы незначительно он виден потому что вы этого не избежать я забыла во первых об этой курточке что я ее уже отдавала она сейчас такая стала немножечко винтажная чуть-чуть вот мне в ней такое вот видится очень классная такая блин мне очень нравится мне надо же больше нравится чем она была до короче надо сначала вещь поносить потом принести в оскар тогда она будет нравиться больше класс не очень нравится ну и там вы конечно новые новые туфли с этим у них все просто они же продаются они просто заказывают новую обувь говорят мы такие типа клевые нормально купили новые шузы и типа это мы покрасили идеальные носочки идеальные каблучочки ой зелененькие мои боже я думала что с вами уже совсем тоже туго мои хорошие вообще классно даже заломчики кстати каким-то чудом такие стали лучше идеально а можно вот так носить парочка такая класс очень круто реставрации меня прям стали радовать потому что мне так нравится любимая дорогая обувь и так жалко когда она убивается а так очень круто сумочка бэш тоже за которого переживали да тоже меня конечно переживала почти 2000 евро конечно переживала девочка хорошая какая-то стала красивенькая такая хорошенько все уголочечки ровненькие новенькая новенькая свеженькая класс но она вообще как будто бы я никуда не отдавала просто она новенькая на ощупь прекрасно на вид прекрасно чистенько пиши непривычно когда твои вещи чистые и не потертые но с этим мы справимся как нибудь класс идеально когда классный чехол вы его точно не выбросите вы сто процентов вы будете где-то таскать ваш бренд будет везде я сейчас на всех турнирах по гимнастике и по бальным танцам наблюдаю тряпичные шузики со сбитыми носочками ох ну доставайте ну идите мои хорошие тут вообще в магазин сходили сто процентов были в магазине поехали в италию на сейл класс вообще круто тут у меня были сбитые носочки идеально все очищено не ну вообще класс просто мы обуваем новую обувь и все очень клево 12 баллов по какой еще супер системе оценить вы реально очень крутые это правда вы не только тебе хорошо рассказываете вы круто делаете все клиенты которые вам не говорят спасибо это просто жадные люди на спасибо я думаю что вам нельзя никаких претензий предъявлять очень классно я прям очень довольна но мне кажется что вообще вот так и должно быть на самом деле всегда везде когда ты пришел сдал они получили это замазанная наполовину какой-то фигней грязными руками дядька и злоречка помните дядьки и злоречка они до сих пор работают и такой принял на полку себе засунул ботиночек и держит нет это очень круто мне очень нравится благодарю благодарю принесите что-нибудь еще ваших вещей это все я готова принять чужие есть выбор что именно вы хотите пойдем тогда до свидания пойдемте посмотрим что-нибудь тут такого интересненького до свидания до свидания ну что друзья по-моему у нас сегодня классный выпуск светлана спасибо огромное хочу обнять это очень приятное знакомство очень классно полезно полезно ну приятно потому что я все-таки влюблена классных женщин я влюблена в людей которые любят свое дело я влюблена в людей которые делают что-то очень круто и я думаю что сегодня вы посмотрели на бизнес-сумчистки с другой стороны ну и точно теперь знаете что если самая любимая и и вот то что вы страшно боитесь куда-то отнести однозначно относить это в оскар у на момента теперь если вы вдруг туда не заходили у вас есть прекрасная причина зайти потому что светлана на лицо светлана энергетика всегда будет отражаться в этом бренде и я вижу в руках что-то значит что-то ребята может к вам попасть светлана что это что будем делать мы это не моё креативное решение придумали такую штуку за то что вы нас слушали смотрели мы хотим сделать подарок самый лучший вопрос который вы захотите задать мне по поводу вещей по поводу нашего бизнеса проекта о чем хотите вот лучший вопрос получит подарок сертификат на тысячу гривен и вы сможете воспользоваться услугами и он момента и оскар потому что мы родные бренды клинингом чисткой мягкой мебели чисткой матраса вот клещей это очень популярно на сегодняшний день любая услуга для вас на сумму тысячу гривен ждем вашего мы через неделю выберем самый классный вопрос и как всегда напишем сообществе кто у нас победитель и вы сможете получить сертификаты и воспользоваться ну и вообще не жадничайте на себя денег жалеть не надо на любимую одежду тем более поэтому пользуйтесь услугами химчисток прекращайте бросать кашемировое пальто пожалуйста в стиральную машину кстати я недавно забросила таки пиджачок случайно и теперь прекрасный пиджачок есть у моей младшей дочери евы который сел ровно вот так вот выбирайте другие способы пополнения гардероба своих детей спасибо всем что вы посмотрели если вам нравятся такие выпуски пожалуйста ставьте лайки оставляйте нам комментарии подписывайтесь на канал кстати нас 50 тысяч когда-то недавно случилось поэтому поздравление тоже принимается все всем до встречи а мы будем со светланой работать потому что мир без таких женщин как мы может срабатывать без таких как ты тоже спасибо